Всем привет! С вами Наталья Менчуковский. Мы снова что-то делаем в фотошопе. И сегодня мы научимся делать самую простую анимацию в виде GIF в фотошопе. И так переносимся в фотошопе. У меня есть фотография, ссылочка, которая, конечно, уже будет в описании. И я хочу сделать здесь анимацию в плане таком, что у меня в очках данного старика будут вот эти вот эквалайзационные волны. То есть будет изменяться эквалайзер. Поэтому давайте приступим. Для начала просто перенесем наш эквалайзер сюда. Ctrl-T. Уменьшим его. Так. Немножко непрозрачность, чтобы подогнать его просто по размерам очков. Я не буду слишком заморачиваться. Я сделаю все чуть-чуть неаккуратно. Ну, чтобы вам было понятно. Готово. Дальше дублируем. Заполняем во вторых очках. Возвращаем непрозрачность. Объединяем два этих слоя вместе. Меняем режим наложения на экран. Теперь сделаем несколько вариаций. Дублируем. Раз. Нажимаем Ctrl-T. Зажимаем Alt. И если у вас 19 фотошоп, как у меня Shift, чтобы просто сузить. Делаем меньше. Раз. Дублируем. Ctrl-T. Делаем чуть выше. Два. Еще раз дублируем. И повторяем процедуру, создавая волны разной длины. Ну, я думаю, будет более чем достаточно. После чего нам необходимо для нашей анимации, поскольку она происходит покадрово, создать разные кадры. Соответственно, мы дублируем просто нашего старика и перетаскиваем его через слой. Дубликат. 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 И дубликат. Теперь каждый дубликат со своим слоем эквалайзера мы выделяем вместе и объединяем, чтобы получить один единый слой. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. В итоге у нас получится пять кадров. Их может быть и больше. Для того, чтобы было еще интереснее, мы сюда при помощи инструмента кисточка возьмем белый цвет. Добавим просто всяких линий, которые будут здесь появляться. Где-нибудь здесь. Здесь. В рандомном порядке. Так. На следующем слое. Становимся на него. Дорисовываем их. Так. Вы можете использовать все, что угодно. Дорисовать любые элементы. Здесь просто ваша фантазия, ваша идея. Моя задача показать сам принцип, как же это работает. Вот и все. Ну а теперь магия анимации. Идем в вкладочку окно и выбираем шкала времени. У нас появляется снизу. У меня здесь сразу же было выбрано. Шкала времени для анимации. Вы нажимаете просто создать. Вот мой первый кадр. Вверху, вот здесь у нас вот справа есть вот такой вот контекстное меню, на которое мы и кликаем. Здесь мы выбираем создать кадр из слоев. Просто кликаем и наши кадры появляются. Теперь внизу нажимаем play и смотрим на нашу анимацию. Как мы видим, эквалайзер скачет, линии появляются, но суть очень простая. Дальше мы здесь можно было нарабатывать и доделывать все, что угодно по вашему желанию. Теперь как это сохранить? Последний момент. Файл. Экспортировать. Сохранить для веб. Ждем, пока загрузится программка. Выбираем GIF. Цвета 256. Внизу есть пункт анимации. Здесь выбираем постоянно и нажимаем сохранить. Выбираем место, допустим, на рабочий стол. Жмем сохранить. Жмем окей. Ждем, пока анимация создастся. Теперь откроем рабочий стол и вот наша GIF-анимация. Мы ее открываем и она готова. Вот и все в этом видео уроке. Моя задача была показать принцип, то есть создание кадров и вашей идеи. Я не попытался создать супер-пупер крутую анимацию. Это уже звезды висты от вас. Потому что чем сложнее будет анимация, чем больше, чем будет кадров, тем больше на это уйдет времени. А моя задача в короткий срок времени, в видео, показать вам, как это делается, чтобы вы потом смогли использовать эту технику в своих работах. Надеюсь, данное видео вам будет полезно и оно вам понравилось. Поэтому не забудьте поставить лайк, написать об этом в комментарии и обязательно поделиться. В описании под видео полезные ссылки на уроки, ссылочки на соцсети, чтобы вы могли подписаться и быть в курсе всего происходящего. На канале с вами был Виталий Мечуковский. Встретимся в следующих видео. Всем пока.